Музыка Так, друзья, мы живем в довольно странное время. Когда-то то, чего удалось добиться мне, Железов, а еще моим друзьям Латинкову, Боднеру, еще нескольким выдающимся садоводам, осталось за пределами внимания науки. Вот в какой-то момент мы пошли разными путями. Наука продолжала скрещивать, скрещивать, не понимая, что уже из-за этих флажки вот уже такая морозостойкость за нее не выйти, вот такое качество за него не выйти. А в гибриды это как раз получается серединка наполовинку, и все. Вот границы уже давно очерчены, но по инерции продолжается эта работа. Прививки и достижения нас, садоводов, которые увеличили плоды в 2-3 раза, морозостойкость увеличили до предела хотя бы до 40 градусов, у тех же абрикосов, груш и прочих черешин, это все осталось за пределами науки. Обращение Путина, специальное, как их назвать-то, специальное совещание там на Кубани, сейчас мы заменим, отраву же везут, ребята, отраву, вот, вот представляете, здесь нет ни одной капли яда, вообще ни одной капли яда, ни одной, представляете, а там отрава, и дальше яблок не идет, яблоки на юге еще производят, но я живу в Сибири, я бывал на Урале, я был в Ужевске, в Красноярске, вот, в Москве я везде видел, извините, они кубанские яблоки, хотя бы, ну, а, кстати, они так же отравлены, то есть, а так же, вот, так же, как южные, потому что используется южная технология, раз уж удается это, все-таки Кубань, это не Сибирь, а наши достижения, о них практически неизвестно, вот, потому что это направление, которое у них существует якобы, вот, и получилось как, с одной стороны, вы присутствуете в лучшем сибирском, а по качеству плодов в лучшем российском саду, так, и когда мне уже 72, и уже пора подводить итоги, вот, видите, я начал безнадежную борьбу за качество плодов, за здоровье деревьев, так как мало того, что не удается выйти за тот круг, что я очертил, наука, да, не удается, ну, они, кстати, там еще дальше, ниже, 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 вот, это я пока не буду, пока не удается этого достичь, и никогда не будет достигнута наука, а мне не удается привлечь к этому внимание, я был 10 лет назад на международной конференции по инновационным технологиям, меня пригласили, мне дали слово, ну, как только я начал говорить правду, что мало того, что где-то на 30 градусах все замирает, у груши, у абрикосов, у сливов, вишенов, до 30 градусов, дальше не идет, а значит страна без никакой надеги нет, они умудряются еще и искалечить эти деревья, поэтому и 30, а то еще и при 30 ничего-то нету, все, все дохнет и дохнет, какую страшную горькую правду мне рассказывал Курдюмов, вот, Курдюмов я даже не буду представлять, вы все знаете, вот, Кубань, а там такие проблемы страшные, вот, абрикосы сгнивают, груши сгнивают, яблони со вкусом картошки, вот, и вот это получается так, что мне остается делать, последнее это, я взял, создал свой канал, на этом канале, нет, не вот это, а вот это, на этом канале уже, наверное, тысяча или две моих этих самых, вот целая серия, вот они, видите, вот целая серия, вот, есть, допустим, история садоводства, есть, например, «Великие предтечи», я рассказываю о тех, а больше студентам, а слово «студент» произвелось не случайно, в общем, много говорил, теперь все по делу, и так, я создаю, когда-нибудь, когда поймут, что у науки уже шансов официально нету, и науку надо переделывать, начнется все со студентов, а студент должен знать уже по-настоящему, как выращивать, современный студент этого не знает, и если его чему-то учили, то только как искалечить почву и деревья, вот. И получается так, я попробую, это уже примерно третья серия, наверное, я попробую сейчас, так как канал, ну, вы знаете, что такое, 367 просмотров, 300 просмотров, 126, 60, мне за эти пределы не выйти, а надежда только на то, что одна же, кто-то в Москве грохнет кулаком, скажет, «Вы уже Элизова были? Вы на его сайт зайдите вот сюда вот, вот, в конце-то концов, но надо же делом-то заняться, ведь гигантские деньги, с одной стороны нищенок, а с другой стороны гигантские деньги тратятся». Итак, я привожу пример еще раз, что любой студент, новая программа, поступает в Тимирязевку, который отнимает последние гектары, кстати, еще бы дали бы отсрочку 5 лет, 5 лет надо, чтобы вот это вырастить, всего-то, по новой технологии железа, и вот получается так, дали отсрочку, 25 гектар не стали забирать у Тимирязевки, что смеетесь, а вдруг, да, да, это самое, дойдет до верхов, что нельзя, отдавать. А потом, студент получает 2, 3, 5, а в России в средней 10 соток, в Сибири 20 соток, тут земли немерено, только ее не дают, говорят, «Умрем, удаемся, косьми ляжем, но хрен вам, Валерий Константинович, хоть одна сотка, мы все уничтожим, пахотные земли, мы не успокоимся, пока все они не зарастут лесом, уже зарастают, соснами, вот, а здесь, получается, студент получает эти несколько соток, и обязан за 5 лет, теория, это я расскажу сейчас про теорию, а практическая часть такая, где угодно, достает, хоть в Сибирь едет, эти же самые, косточки, семечки, черенки, готовые саженцы, и выращивает сад, представляет комиссию, это будет вторая половина, а первая половина, это, это не просто теоретические знания, а особое знание, не вот эта дурь, которая напичкана, на школьные учебники, по биологии, и университетские, закончил, а поручи ему промышленный сад, он будет мертвый, это гарантия, их так учат, я не шучу, вы думаете, вот это все я, зря что ли, это вы без меня все узнаете, а я сейчас проведу примерный пробный, вот допустим, фотографию 2021 года, так, вот, я прямо беру подряд, и начинаю говорить, как будто я студент, если какие-то пропущу, это значит, к экзаменам имеет отношение, поехали, вот, студент взлистает вот это, вот увидит, ага, минус 18 градусов, ага, видно табле, на табло, это цифра официальная, и он обращает внимание, что дай зима, вот, что он должен говорить, он должен говорить, это было 8 января 2021 года, больше ничего толкового сказать не могу, но это еще не, за эту двойку не поставят, он листает следующую, и говорит, ой, опять 8 января 2021 года, а почему здесь 24 градуса, здесь 18, вот тут теперь придется уже репута подчесать студенту, после ночной пьянки, ну, кто-то может ночью выгружал, чтобы заработать вагоны, как мы это делали, вот, когда-то, я студент, допустим, да, будущее, я сейчас скажу, меня отправили работать, выгружать, это самое, ну, то есть, еще занятия, допустим, условные, не помню, с 1 октября, с 1 сентября, я должен месяц отработать, и все, красавицы, из-за светлых металлов, примерно 15 сентября, это же Сибирь, страшный снегопад, вот, и на деревьях ломаются ветки, а мне дают швабру, говорят, спасай деревья, иди, вы представляете, идут, я буду долго говорить, будет много серий, я все равно, куда вы денетесь, хотите понять, как надо экзамены сдавать, поймите меня, я же человек живой был, и я чему-то научился, меня жизнь учила, я подхожу, становлюсь под ветку, которая вот-вот рухнет, а на ней полтонна снега, я ветку бью, снизу швабры, на меня эти полтонна обрушаются, и рядами тут прохожие, ни один, ни два, нет, что вы, сотни, и все надо мной смеются, вот, хотя понимают, что я спасаю деревья, и я тогда заметил разницу, деревья пересажены, посажены, выращены в искусственной среде, под ними асфальт, ветки рушатся только так, тут же рядом деревья, которые растут на обочине, их никто не садил, они выросли сами, на них ветки целы, вот тогда, я не говорю, что я стал студентом, я был студентом в этом самом, еще раз, институт святых металлов, но я уже что-то понимал, и вот теперь, после этого, вы мне станете, даже после этого одного примера, вы мне станете больше верить, вот, поехали, и так, 18 градусов, переезжаю куда, на другую сторону, и уже студент наш, родной, это я, да, теперь я студент, уважаемая комиссия, а представляете, большой экран, студент стоит рядом с указкой, вот, или, ну, в другой руке там, пульт, или он, или кто-то там, листает эти страницы, вот, и говорит, разница в 6 градусов, значит, что, наверное, это делано в один день было, вот, возможно, в один час, ну, в данном случае, Железов переехал на другую сторону, не сея, и получилось, потом у меня таких фотографий, в разные годы много, получилась разница 5-8 градусов, с одной стороны, не сея, и с другой, мы уже можем, уважаемая комиссия, по приему экзаменов, мы уже должны с вами понимать, то есть я уже студент понимаю, что есть возможность выбрать место получше, например, для того, чтобы вырастить роскошный сад, а можно выбрать место вот это, где похолоднее, для селекции, вот, и тогда, получается, и на той стороне, и на этой, вот, разные условия, если студент еще продвинуть, и он скажет, да, знаю, это, я готовился, я, от нас не скрывали, что подготовил Железов учебную программу по сдаче экзаменов, это значит, что нам пришлось сникать больше, мы уже знаем, что там, где вот это вот, самое, это поселок Майна, вот, здесь теплее, а на той стороне, где красный хутор, напротив, там холоднее, хутор пониже, по Енисею, уже поэтому, а к тому же, таким образом, получается, что воздушные потоки, здесь холоднее, там теплее, уже, мы можем, захочет человек выбрать место под сад, уже известно, там, где теплее, захочет заняться все лекции, там, где холоднее, и студент уже должен рассчитываться, что уже, еще до пятерки, еще часа два-три будут мучить, но уже, дело идет в пятерки, малый, не дурак, вот, и оказывается, вот она, это самое, вот это уже, правобережье, если студент уже, по железу учился, знает, вот, и почему-то в ту сторону, в ту сторону, вот этот теплый Енисей, он не теплый, температура, плюс один, плюс два градуса, в это время, в январе, вот, выше газ, так, и она, и горная река, она не дает возможности схватиться льду, вот, вот, вот к примеру, чуть выше, чуть-чуть выше майны, фактически это и есть майна, это майнская газ, вот, видно, что температура воды около нуля градусов, значит, это тоже мотаем на ус, и на, а теперь, посмотрим вниз, мы на правой бережи, говорит студент, если он, железо, по крайней мере, заглядывал между пьянками, вот, шучу, шучу, между свиданиями, это уже вернее, и вот, получается, вот он заливчик замерз, вот там вода еще не замерзет, да, железо, когда рассказывал, это были не сказки, что температура воды около нуля, естественно, всю округу греть она не может, ну, никак, вот, вот это вот, говорит студент, испарение из Енисея, она захватывает часть деревни, и вот там, где она захватывает ее, что здесь температура, правда, уже железо добавляет, не студент, а садовод, что перепады температур до 10 градусов, вот это есть, но, правда, другое дело, что, хотя, вроде бы, не греет температура 0, но все равно же, допустим, рядом, а здесь, например, 30, естественно, что подогревается воздух, то хотя бы, на пару градусов, а то бывало, иногда я мерил перепады до 10 градусов, я же любопытный, а, то есть, простите, возвращаюсь, что я студент, вот, вот это вот написано, что видит студент, он должен просто говорить, по принципу, что вижу, вот, просто говорить, что вижу, примерно как Чукти, что вижу, о том пою, вот, я так всю жизнь себя и провел, я железо, и так студент видит, Шушенский район, ага, это там, где Ленина хотели, чтобы он оттуда и не вернулся, вот, вы думаете, в Шушенском районе будет похоронили, вот, это и климат не подарок, вот эти вот места, отвоеванные от, от тайги, так, вот, наверное, здесь, это, что может студент сказать, да, здоровый лес, вот здесь он тоже был здоровый, наверное, это были покосы, нет, вначале это были, скорее всего, поджоги, потом это было, раскорчевка, потом эти участки оказались под, или под пашней, или под покосами, вот, наверное, это прекрасные места для выращивания деревьев, вот такое место, кстати, у Валерии Константиновича Железова есть, вот такое место, а вокруг здоровый лес, значит, здесь что-то будет расти, и исключение, но если студент, самый продвинутый, он говорит, есть невидимые биополя, официальная наука так относится к этому, как-то странно, похоже, что были испытания, но они, наверное, засекречены, вот, чтобы не подоражить общественность, но места смерти существуют, они официально называются, геопатогенные зоны, вот, и там, где перед тем, как это распахивали, вырубали, выкорчевывали, поджигали, распахивали, а если там до этого были поляны, вот те поляны, как раз нельзя ничего садить и дом строить, то есть, они оказывают влияние в таких, несколько процентов, в 100, геопатогенных зон, горе тому, кто будет в них селиться, но это говорю, я Железов, студент, если это скажет, то он может двойку схлопотать, смотря, кто экзамены принимает, но мы же говорим, что это будут экзамены будущего, сменится, надеюсь, руководство, и студентам велено будет говорить что-то, ну, хотя бы в виде гипотезы, чтобы студент говорил так, а вдруг все-таки, вот, где-то геопатогенные зоны существуют, на всякий, тогда, на всякий случай, лучше там не садить сад, где-то может быть здесь такое, вот, смотрите, вот, это вот, контур вот этот, да, он ведь не случайный, именно там, где пожиже, там его вырубали, там его корчевали, понимаете, там его, где пожиже, поэтому здесь опасные зоны есть, а здесь чистый лес, вот он, а теперь задайтесь вопросом, а почему здесь сосны, дополнительный вопрос студенту, а здесь, этот, березный, лиственничный лес, а здесь, в чем разница, почему так получилось, ну, нормальный студент так и ответит, почва разная, просто почва разная, так сложилось, вот, получается, здесь, больше принимает, почва, это, и один из афоризмов, скажет студент, вот, ну, это афоризм по железу, а пусть гипотеза будет, вот, что, не почва для дерева, а дерево для почвы, здесь, и здесь, и здесь, гигантское количество, было семян, миллионы, три миллиарда, но, почва выбрала, здесь березовый лес, а здесь сосновый лес, рожь никто не садил, а это не случайно, заметьте, как густо растут, дружно, где-то, где пробились сосны, а там, где сосны, там вообще березы не пробились, а ведь когда-то у них были равные условия, при равных условиях, результаты получились разные, это надо учитывать, говорит студент комиссии, при том, когда мы садим плодовые деревья, вот, например, этот самый, железовый, когда был жив, я специально-то говорю, потому что вряд ли в ближайшие годы победит моя технология, наша технология, ну, так сказать, технология будущего, ну, уже он говорил таким образом, что если сосны там будут прекрасно расти, они любят песок, супесь, там будут лучше расти абрикосы, там, где березы, там может быть уже яблони, груши, но это не принципиально, потому что при определенных условиях, которые можем создать, своими руками, вот, защита от этого самого, от ветра, пологие холмы, которые, пока дерево будет на пологом холме, приживаться, глина под ней, будет переработана, и так далее, вот за этот кусочек, комиссия где-то будет ставить галочки, кто двойку, а кто пятерку, почему двойку, потому что могут затесаться, те самые люди, которые всю жизнь учили, наоборот, тому, что я сейчас говорил, и до которых геопатогенные зоны, это сказка, ну что, друзья, давайте идем дальше, вот, подсовываю, опять студентам, теперь эту фотографию подсовываю, ну, уже понятно, что именно Жерезов готовил программу, теоретическое обучение, это еще не вся теория, студенты должны знать, и пестики, и тычинки, вот, и относиться серьезно к этому, а не как когда нам учительница рассказывала, что такое пестики и тычинка, в классе было такое, хихиканье мальчиков, а девочки пунцовые, девочки пунцовые, это тогда прятали голову под парты, прислала, когда учительница говорила, пестики и тычинка, вот, а современный студент спокойно объяснит разницу, вот, ну, я вам сейчас не буду про это рассказывать, этот студент же отвечает, вот, поэтому он это знает наверняка, вот это вот церковь, вот это вот прибрежный поселок Сизая, здесь справа, слева, следующий тоже поселок, нескольких километров, Красный хутор, точно такая же, точно такая же, примерно природа, такие же горы, такие же кусочки земли, отвоеванные от гор, жалко мало такой земли, вот, а вот эту землю умрут, но никогда не отдадут, вот, миллион гектар уже зарастает, это чудом, видимо, здесь осталось это, покос, вот, вот, но это же не студент говорил, это же инду говорил, итак, что здесь интересного, а вот что, сосновый лес, место для абрикосов, здесь урожайная комиссия, растет порядка, триста сорока абрикосов, которые сюда переехали, доехать недалеко, несколько километров слева направо, и они дают шикарные плоды, шикарные урожаи, вот, почему, во многом уважаю комиссию, вот, благодаря этому, это и есть, на самом поселке, церковь, вот там, вот, и чем больше студент скажет, тем ему лучше, шестерку не поставит, он пять с плюсом поставит, и вот здесь получается, здесь прекрасно, здесь практически нет ветра, слабые ветра, вот, и здесь практически можно вырастить, вдоль берега, прекрасные абрикосы, причем не в количестве, порядка 30 штук, может быть, на всю деревню, или 40, а несколько тысяч хотя бы, и уже вся округа будет в абрикосах, опять же, он замешался, это не студент, это я говорил, вот, пропускаю, 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 хотя много горького тут, вернулись мои книги с Украины, некорректная документация, одна почта послала другую, а заплатил я, и деньги не вернули, вот, вот они мои деньги, подарил, ладно, а это тоже был этот самый, это был, а теперь студент, студент, я говорю, он смотрит как на новые ворота, на это, и думает, господи, боже мой, что же это значит, да, он должен этот рекбус разгадать, слово рекбус принадлежит нашему комику, знаете, какого, вот, так, как разгадать этот рекбус, ну, правильно, 18 апреля, вот, эта дата говорит о том, что сейчас в это время, по всей стране цветут сады, ну, не по всей, по южной половине России, даже вдоль Трансиба до Урала, цветут сады, вот, а это горькая фотография, это говорит о том, что у нас особый климат, с одной стороны замерзающий не сей, но никто не отменял, все-таки, что это Сибирь, поэтому студент должен сказать так, здесь позже начинается весна, здесь раньше начнется зима, и надо умудриться, потеряв, а деревьям не хватает этих одного до двух месяцев, нужно работать по новой технологии, должен сказать студент, я спросил, по какой, он и скажет, вот, предельное время посадки пораньше, бутылки, под которыми месяц идет за два, вот, прививки у земли, и так далее, вот тут его остановят, скажут, ладно, потом расскажете, студент, пойдем дальше, вот, на этой фотографии, что это май, студент уже сообразил, ага, вот много значит дата, май, а почему здесь нет листьев, и вот тогда должен студент сказать, они никуда не делись, если их не внесло ветерам, за зиму съели черви, за зиму лично съели черви, вот, это значит, что никаких перекапаний и рыхления почвы не должно быть, отвечает студент, бодро, но рискуя двойку получить, тут пока, знаете, первое, эти, поколение студентов, первое курсы, первое потоки, они будут самые жуткие, там, где в голове у преподавателей смешано будет старое и новое, вот, они не будут знать, что ставят студенту, два или пять, по старому надо все перекопать, по новому нельзя трогать даже, вот, здесь червячные ходы, и так далее, и так далее, говорит студент, вот, оно неприкосновенно, это главное, для чего эта фотография размещена, да еще в начале мая, то есть 11 мая, это важнейший момент, потому что студент до этого видел железо, плотный слой, столько здесь листьев, которые он видел, готовясь к экзамену, вот, и куда-то они все делись, а листья, что может до конца быть, так сказать, заработать пять плюсов, он должен, или два, а нет, тут ему не придерутся, когда он скажет, что лист на дереве, принадлежит дереву, лист упавший, лежащий на земле, на почве, принадлежит дереву, и на дерево его вернет в виде продуктов переработки, в виде пищи, черви, цепочка червей, грибы, бактерии, миколиза, и все, а вот так вот и будет с года в год, так во всей природе устроено, и разрывать эту цепочку, как принято, говорит студент, было десятки, сотни лет последние, считаю, что если сад не дикий, а сад культурный, он обязательно должен быть ухожен, перекопан, ни одной травинки, это была совершенно страшная ошибка, говорит студент, и получает два или пять, вот, начало цветения абрикоса, вот, что тут можно подочерю знать, а вот этот абрикос, всегда можно найти себе, эту забаву, занятие на экзамене, кто-то будет, скажет насчет, ага, скажет, 11 января, вот где среднее время цветения абрикоса, хотя бы в Сибири, уже сказать, да, вот это для Сибири оптимальный срок, подсказка, вот, видите, это шпаргалка, а студент более продвинутый скажет, а вы видите, вот этот абрикос, который справа, он посажен прямо под забором, и видно, насколько ему хуже приходится, то есть, он в тени, он в тени, а значит, это сырее, значит, здесь меньше солнца, и в таком случае, ему век короче, ему труднее живется, и вот, вот, теперь пять в плюсах, ну, остальное там, понятно, почва не тронута, это мы проходили, ну что, друзья, осталось одна минута, и он отключится сам, а меня это совершенно не волнует, по той причине, что у меня получается, не все самые длинные фильмы, так как, меня все чаще начинали критиковать за длинные фильмы, вот, еще раз посмотрю, опять одиннадцатая, опять светение абрикоса, вот, выточнили, и тут что-то подозрительно торчит слева, вот, какой-то странный если абрикос, тогда студент говорит, особо тут отвечать нечего, так, вот, особо тут отвечать нечего, давайте посмотрим, к чему это, а вот к чему, странно, да, вроде абрикос, но какой-то странный, и студент сможет тогда только заработать пятерку, когда скажет, это неправильный абрикос, вот, даже слово неправильное вполне вложится в пять баллов, почему? Потому что появились гибриды, слив, вот, с абрикосом, и гибриды, а лучи с абрикосом, что-то он больше напоминает о лучу, или сливу, скажет студент, если он заранее не знал, изучая железо, вот, вот, и, еще раз, точно, и, вот, и, Продолжение следует...